Глава 5. Подзаголовок 4. Расцвет нацизма на Ближнем Востоке после войны. Каким же образом муфтию удалось избежать наказания? После Второй мировой войны нацистских преступников выявляли и предавали суду по всей Европе, но не в арабском мире. В арабских странах нацистов и их приспешников встречали как героев. Сотни нацистских офицеров нашли надежное убежище в арабских столицах, где их услугами охотно пользовались местные власти. Ведь эти «беженцы» были непревзойденными специалистами в области организации массовых убийств. Особенное рвение в данном вопросе проявлял Египет. Каирским властям приходилось даже соревноваться с диктаторскими режимами Южной Америки, которые тоже стремились использовать нацистский опыт подавления массовых гражданских выступлений. Нацизм потерпел сокрушительное поражение в Европе. Однако он нашел для себя плодородную почву на Ближнем Востоке. После войны многие арабские солдаты и офицеры, воевавшие на стороне Гитлера, вернулись домой, где их ожидал восторженный прием со стороны новообразованных арабских правительств. Верховный муфтий Хадж Амин Эль-Хусейни получил статус гостя египетского правительства и вернулся к своей прежней деятельности – распространению ядовитой антиеврейской пропаганды по всему Ближнему Востоку. Вместе со своим кузеном, военным лидером палестинских арабов Абдель-Кадером Эль-Хусейни, он организовал воинские формирования, целью которых была ликвидация Израиля 1947-1948 годы. Этими формированиями руководили такие ветераны нацистской армии, как Фаузи Каукджи и Махмуд Рифаи. Последний, сириец по происхождению, сражался в германских парашютных войсках, куда его привел призыв муфтия «Я объявляю священную войну! Убивайте евреев! Убейте всех евреев!» В сентябре 1948 года муфтий учредил правительство всей Палестины, в кавычках, которое должно было обосноваться в секторе Газы. Брат Ясера Арафата Гамаль, служивший в боевых формированиях Абдель-Кадера Эль-Хусейни, стал секретарем правительства, в кавычках, муфтия. Арафат заявлял неоднократно, что и сам он воевал против Израиля в 1948 году, что отчасти подтверждается документами о его деятельности в качестве личного помощника Хусейни. Египет поддерживал палестинское правительство в кавычках муфтия, поскольку оно служило противовесом иорданскому королю Абдалле, который тоже претендовал на всю Палестину. Египет мог по праву гордиться обильным нацистским уловом. Многие известные военные преступники нашли себе место в этой стране. Группенфюрер СС Оскар Дирлевангер, уничтоживший тысячи украинских евреев, стал начальником охраны Нассера. Доктор Генрих Виллерман, ставивший эксперименты на людях в Дахау, удостоился государственного поста в Каире. В Дамаске в течение долгих лет жил отъявленный эсэсовский убийца Лоис Брукнер. Он консультировал сирийское правительство по вопросам безопасности в кавычках. Организация освобождения Палестины, следуя традициям Верховного муфтия, с первых дней своего существования охотно сотрудничала с неонацистами, а иногда и с палеонацистами. То есть с бывшими гитлеровцами, многих из которых пленяли цели и методы ООП. Тесные связи между палестинскими террористическими организациями и немецкими ультраправыми восходят к 1968 году, когда Арафат стал председателем ООП. В 1970 году группа членов свободного корпуса Адольфа Гитлера под руководством немецкого неонациста Уду Альбрихта уже находилась в Иордании, где она помогала действиям ООП, направленным на свержение короля Хусейна. Впоследствии группа Альбрихта оказывала содействие палестинской террористической организации «Черный сентябрь» – ветвь Арафатовского фатха, осуществившей убийство израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. Альбрихт был арестован в Западной Германии, имея в своем распоряжении документы, полученные от ООП, однако ему удалось скрыться. В 1976 году четыре немецких неонациста признали в ходе следствия, что они были завербованы Альбрихтом для участия в террористических операциях ООП и прошли обучение на базе ООП в Ливане. Альбрихт привлек к сотрудничеству с ООП Манфреда Редера, лидера ультраправой германской группы действия. В течение двух лет, проведенных Альбрихтом в тюрьме, начиная с 1976 года, Редер неоднократно приезжал в Ливан для согласования действий с Абуджихадом, заместителем Арафата, возглавлявшим военное командование Фатха. В рамках Фатха прошел оперативную подготовку известный немецкий неонацист Карл Хайнс Хоффман. В 1979 году возглавляемая им группа военного спорта изучала принципы международной террористической деятельности на тренировочной базе Фатха Бир Хасан близ Бейрута. В 1986 году Хоффман был арестован по подозрению в планировании и организации убийства немецко-еврейского издателя Шломо Левина и его жены. В 1980 год Хоффман свалил всю вину за эти убийства на одного из своих учеников Уве Бернта и таким образом ему удалось избежать наказания. Бернт тоже сумел уйти от правосудия. Он сбежал в Ливан. Другой протеже Хоффмана, Микаэль Кунен, основал в Германии ультраправую организацию «Национал-социалистическое действие», которая была впоследствии объявлена вне закона. Боевики этой организации также проходили подготовку на тренировочных базах ООП в Ливане. В промежутке между двумя тюремными сроками Кунен неоднократно выступал с публичными заявлениями в поддержку ООП. Пожалуй, самым известным из неонацистских убийц, прошедших подготовку на базах ООП в Ливане, является Отфрид Хепп, глава немецкой экстремистской группы ВСБД. В 1985 году Хепп был арестован в Париже вместе со своим партнером Мухаммадом Адбаном, занимавшим высокий пост в Палестинском фронте освобождения. ПФО входил тогда в состав Организации освобождения Палестины и его руководитель Абу Аббас являлся членом исполкома ООП. Годом позже боевики ПФО захватили в Средиземном море прогулочное судно «Акилла Лауро» и убили находившегося на нем американского гражданина. Отфрид Хепп и Мухаммад Адбан были признаны виновными в планировании террористических нападений на израильские объекты в Вене, Амстердаме и Женеве. Они подозревались также в причастности к взрыву в еврейском ресторане в Париже в 1982 год, в результате которого погибли 6 человек. Особо отметим, что после парижского ареста Абу Аббас, будучи членом исполкома ООП, публично призывал к освобождению Хеппа и пытался спасти его от наказания, используя дипломатические каналы. ООП также установило и поддерживало связи с неонацистами в Великобритании и во Франции. В 1977 году ФАТХ согласился обучать членов французской неонацистской группы французское действие, которые, в свою очередь, выразили готовность участвовать в операциях ООП. В 1985 году британский неонацист Ян Майкл Дэйвисон вместе с двумя боевиками из Арафатовской спецгруппы «Отряд 17» убил трех израильских туристов на яхте в Ларнаке на Кипре. В настоящее время Дэйвисон отбывает заключение в тюрьме в Никосии. В последние годы контакты с ООП установила британская нацистская группа «Национальный фронт». Результатом этих контактов стало создание совместной организации «Компания за права Палестины». Западные средства массовой информации практически не уделяют внимания этим аспектам деятельности ООП, хотя сама палестинская организация до последнего времени не скрывала ни своих связей с неонацистами, ни своих симпатий к нацизму. Это идеологическое родство получило явное выражение в таких откровенных жестах, как принятие лидерами ООП символических нацистских имен – Гитлер, Роммель и тому подобное – в качестве подпольных кличек. Речь идет о явлении, равно распространенном во всех фракциях ООП – Фатхе, Народном фронте освобождения Палестины, демократическом фронте освобождения Палестины и тому подобное. Более других известен случай Фаузи Салема Эль Магди, высокопоставленного командира в Арафатовской спецгруппе «Отряд 17». Он взял себе кличку Абу Гитлер. Своим старшим сыновьям этот палестинский деятель дал красноречивые имена – Гитлер и Эйхман.